новая незримая война нам удалось сбежать из секретного комплекса противника и вернуться в ряды войск доминиона ее недавние воспоминания стерты но она узнает что все это время работала на тайную организацию под названием защитники человечества и теперь ее разыскивают за предательство император валериан позволил нове доказать свою преданность и назначил главой спецгруппы ведущий борьбу с защитниками человечества при поддержке рейгеля представленного к ней гениального техника ей удалось восстановить часть воспоминаний которая привела ее на зараженную планету торсонис там она выяснила что именно защитник человечества стоят за атаками зергов на планеты доминиона и следующее нападение вот-вот начнется ну же еще чуть-чуть излучатель сброшен жду приказа отходить принято отступайте на базу Рейгель, что там происходит? Поступают доклады из крупных населенных пунктов. Им нанесен серьезный ущерб. Потери огромные. Похоже, план эвакуации провалился. Сколько там зергов? Достаточно, чтобы смести и нас, и остатки гражданских Доминиона на поверхности планеты. Но мы опоздали. Черт! Однако, на подходе флот защитников. Они заявляют о намерении спасти гражданских. Хотят выставить себя героями. Хоть мы и знаем, что это не так. Снижаемся, пора за дело. Пси-излучатель привлек большую часть зергов сюда. Они вырастили ульи и теперь продвигаются на восток. Защитники человечества заняли позиции на севере, чтобы сдерживать зергов. Большинство выживших гражданских укрылись на стадионе, но без помощи они долго не продержатся. Мы их эвакуируем. Скоро. Скоро к зергам может прибыть подкрепление. Подготовь банши к высадке вот здесь. А затем нужно будет развернуть базу в этой точке. Будет сделано. Полноценно все эти миссии на ветеране или эксперте. Но как только оно появится, я думаю, я вполне смогу пройти эти миссии именно на ветеране или том же самом эксперте. Мы получаем сообщение очевидцев о крупном нападении зергов на курортную планету Тирадор-9. Эвакуация проходит с большими трудностями. Защитники человечества заявили, что готовы предоставить защиту всему гражданскому населению. Власти Доминиона обещали держать нас в курсе событий. Ну что ж, как вы понимаете, мы будем пытаться предотвратить нападение зергов. Нова, будь любезна, осмотри снег. Хорошо. И знаете, я пришел к выводу, что на этих миссиях вот это самый, наверное, оптимальный выбор, потому что сейчас увидите. Итак, давайте посмотрим, что же у нас для войск лично я выбрал. Нашим войскам доступны последние военные. Теперь выбери улучшения. Но помни, улучшения уникальны. Две боевые единицы не могут использовать одинаковые улучшения. Вот здесь вот можно поставить осадные танки. Здесь морпехам лучше, наверное, оснастить вот так вот, а паучьи мины, естественно, головолорезом. То есть, ну, как бы, все, как оно есть. Ладно, давайте уже начинать миссию. Я думаю, что на бойце быстро пробегусь, как я и сказал, поэтому поехали. Это курортная планета. Почти все люди здесь туристы. Они не могли ничего противопоставить зергам. Боюсь, планете нанесен непоправимый ущерб. Какова ситуация? Ну что ж, давайте попробуем. С клинком наголо. Ищу ульи зергов. Чтобы остановить рост их популяции, нужно уничтожить инкубаторы. Угу. Я постараюсь. Три атаки. Снова. К тебе идут ползучие споровики. Перехвати их, пока они не окопались. Споровики это очень хреново, на самом деле. Начинаю штурм. Вот вижу одного. Замечен враг. Давайте попробуем. Видите, он такой эдакий. Добиваем эту. Добиваем эту. Здесь справиков, как я полагаю, будет меньше. Чуть меня не поймал. Второй инкубатор уничтожен. Еще минус один. Надо попробовать уничтожить все. Шесть штучек. По идее, я успею это сделать. Наверное, это очень надеюсь, по крайней мере. Так, почему я взял именно новую, которая бьет клинком? По той причине, что в данном виде новая действительно максимально наносит сильно урон по всем юнитам в ближнем бою. Максимально крутой дамаг идет. За счет этого как бы идет такая накал страстей, скажем так. На самом деле, просто все круто и весело. Так, надо быстро справика уничтожить, пока он здесь не окопался нигде. На лестничке он окопаться не может, поэтому ему лучше не окопаться, в принципе. Если минус, вы не сможете атаковать новый воздух никоим образом. Но зато вы сможете спокойно, наверное, держаться против земли, я думаю. Как минимум. Сейчас мы попробуем уничтожить сразу как раз вот веселых ребятишек. Ребятишек, всех, которых можем отлично. Здесь в первую очередь уничтожим Квину. Теперь можем добить, я думаю, спокойненько, два улья зерговских. Оба, а у нас вон, смотрите, что пришло к нам. Так, а ну-ка, успеем, успеем. Минута осталась. Можно даже еще пошалить здесь немножко на их базах. В принципе, я думаю, что и без этого вполне себе здание будет умирать. Потому что я сейчас им крип отрублю. Все, отлично. База готова. Производство голиафов налажено. Но есть еще кое-что. С орбиты приходят необычные сигналы. Нова, это не зергия. Что происходит? На планету прибыл флот смерти Талдоримов. Я Джинара, высшая посвященная Талдоримов. Владыка поручил мне истребить защитников человечества. Не вмешивайтесь. Заманчиво. Но любая атака на позиции защитников повлечет жертвы среди гражданских. Эвакуация невозможна. Значит, у нас нет выбора. Придется защищать защитников. Только пока не победим протосов. Они используют проекторы щитов для зарядки материнского корабля. Сейчас корабль на орбите. Вероятно, Талдоримы ждут полной зарядки, чтобы выжечь позиции защитников. Значит, нужно уничтожить проекторы как можно быстрее. Да, действительно, нужно сделать именно это. Мы должны тупо уничтожить. Я вычислил координаты всех проекторов щитов. Вот они. Я займусь ими как только смогу. Но сперва укреплю оборону, чтобы обезопаситься от зергов. Нова, ты уничтожила достаточно инкубаторов, чтобы сократить их численность. Эти зерги мутировали любопытным образом. Благодаря тебе у меня есть достаточно образцов для создания новой технологии. Не терпится увидеть твой новый шедевр. Связь налажена. СМ готов! Да, будем надеяться, что действительно нам удалось это сделать. Кстати, если смотреть именно на то, сколько народу здесь идет, то на самом деле я вам скажу по секрету, что если вы будете играть на ветеране или эксперте, то советую сразу оборонять вот эту сторону по самому началу. Прямо вот как только можно. По той причине, что к вам тут же придет такая нехилая орава народу. И поверьте мне, она вам не понравится. Поэтому вот эту сторону действительно стоит оборонять, на какое-то время забить на вот этих ребят, потому что иначе просто, я не знаю, будет как-то очень все печально. Веськи у нас туристы тут бегают. Веселые, разные. В шляпках тут с косичками и все дела. Вот вообще, наверное, какого-то... А, с бутылками чувачела. Ладно, мы пока поразвиваемся немножечко. Давайте быстренько продолжим дальше. И давайте сделаем... Не хватит мне, да? Нет, ну сейчас, вот сейчас, вот сейчас хватит. Так, давайте... Давайте отменим, на самом деле. И, наверное, сделаем еще. И еще. Пока хватит. Ладно, на данный момент, как я сказал, наша основная задача это вынести вот этих ребят. Вот здесь они очень долго строятся. На Эксперте у вас буквально после вот этой атаки сразу же будет нападать вот здесь вот. Я пробовал проходить, просто это занимало долгое время. Меня периодически уничтожали вот эту базу, потому что очень координированно шли враги, причем как протосы, так и зерги. И там довольно все жесткое. И надо как можно скорее уничтожить вот эти вот две базы, чтобы зерги не развивались. Потому что, если они будут продолжать развиваться, в общем, у вас будут довольно большие проблемы с этим всем делом. И, поверьте мне, вам это не понравится. Ладно, у нас умеют прыгать наши голиафты. Голиафты? Почему голиафты? Не знаю. В общем, голиафы умеют прыгать. И это прям класс. Попробуем давайте захватить их базу. Делаем вот такой финт ушами. Подыничь. Сейчас главное убить вот этого гада. Пушечку. Еще одну пушечку. Быстренько, чтобы просто нам иметь некое преимущество. Хорошо. Забрали. Ну, у нас в опасности и люлей кают. Ну, мы вроде бы успеваем. Шикарно. В чем плюс здесь новая именно в таком билде, да? То есть, она, во-первых, может минусить спокойно пушки, чтобы они не атаковали. Она отправила войска к нашей базе. Приготовься к защите. Вот. Иноу может спокойно минусить, как бы, пушки, чтобы они не атаковали, а также спокойно выдерживать некий урон. Плюс у нее есть довольно крутая билка, которая, которая периодически юзает. Ну, сейчас можем... Смотрите, это будет. Ну, я думаю, просто не просим вот так и разменим всем, всех быстренько. Слышите, отлично. На бойцах делать прям замечательно, легко и просто. Я не знаю, ну, очень сложно не пройти бойца, и поэтому дайте просто это сделаем. В смысле, пройдем, конечно же, они не пройдем. Ну, ладно. Так, а что мне нужно сделать, это построить что-нибудь более интересное и, наверное, отправить... Битнягу отправила минералов, автоматически, кстати говоря. Я обнаружил необычный сигнал с этого острова. Чтобы это ни было, оно очень мощное. Звучит интригующе. Я разберусь. Кого подлога? Вот, как видите, зерги здесь периодически будут на вас все-таки ходить. Я бы не сказал, что это проблемно, но неприятно. Поверите мне на слово, это просто как минимум неприятно. Есть, опять-таки, несколько способов, как можно развить базу. Это либо развиваться в хранилище, либо развиваться все-таки в улучшение и уже идти через них. Недостаточно минералов. Так, минеральчики у меня, по идее, соберутся, и я сейчас успею построить сразу. Еще голиафов. Я не знаю, вот эти миссии, по-моему, на мой взгляд, проще идти чисто тупо в голиафов. Они довольно мобильные и довольно сильные ребята в плане армии, поэтому есть смысл в них идти. Ладненько, давайте сейчас попробуем на опережение пройтись вот сюда. Можно, кстати, вот сюда, нам все равно пригодится. Это сейчас, через какое-то время. с клинком на голо. Замечен враг. Нас три атаки. Потому что через какое-то время нам придется пройти вот обверх и хотелось бы, все-таки, чтобы тут было более-менее чисто. С собой, кстати говоря, можно взять, я думаю, даже двоих ребят добавить нечинили наших. Слышу тебя хорошо. здесь мы делаем такой бадабабум. Замечен враг. Смотрите, как это будет красиво все минусить сейчас. Ждут подтверждения. Замечательно. Быстренько выносим кошечку. Проходим. В принципе, что на ветеране, что на эксперте, можно делать там же. И даже рекомендуется выносить, как можно дальше, находясь от места. Короче говоря, чем быстрее вы будете выносить все, тем собственно лучше. Здесь все это происходит довольно медленно. Давайте встретим, наверное, вот здесь вот. Еще кажется, что у меня, по-моему, скорость медленная. Да, у меня, по-моему, скорость медленная. Обидно. Так. Сейчас мы их минуснем. Слово. Будет все замечательно. В принципе, можно, конечно, прокачать здесь усиление. У нас был смысл в этом, правда, нет. с клинком наголо. Порубленный кусок. В атаку. Слышу тебя, Замечательно. Так, давайте быстренько теперь идем на этот остров. Главное, чтобы много сильно далеко от нас не уходило. и главное, чтобы наши баньши тоже от нас далеко не уходили. Здесь рыбки плавают прикольненькие. клинком наголо. Что доказывает, что, о чем я говорил ранее, нифига не правда, и, в общем, все печально. Ну, в том плане, что большая часть всего представленного на самом деле является тупо фауной. Хоть и некликабельной. Это я про веселые Так вот, это я говорил про пасхалочки. Соответственно, в пасхалках там можно было найти, как вы помните, много фауны, флоры и так далее. И все это дело было круто и весело делать, но ладно. Идем потихонечку. Видите, говорят, замечен враг, хотя врага тут в помине собственно нету. Ну, мы сейчас потихонечку будем проходить дальше. Здесь две пушки, по-моему, стоят. Отлично. ликвидируем цель. Быстрее проходим. Не обязательно это здесь выносить, но если вы хотите потом без проблем проходить, то желательно. Приближаюсь к цели. Слышу тебя хорошо. На стрии атаки. Резаем готов. Порубленок. Замечательно проходим, все нормально, все изи просто. и пока что все нам удается сделать как надо. Ликвидирую цель. В принципе, сделать так, чтобы бойцы не пострадали. Сложного в этом особо нету. Замечен враг. Главное. Просто постоянно минусить ликвидируем. Начинаю штурм. Я бы не сказал, что я делаю все правильно, не подберется какое дело. Замечательно. Татчики показывают, что щиты материнского корабля почти заряжены. Отправь войска к проектору. Я бы не сказал, что они заряжены, но ладно. Найдите и перебейте всех тиранов, иначе я распотрошу вас. Пора сыграть от защиты. В принципе, нужно выделить даже вот так вот. Не особо париться. на острие атаки. Она сейчас будет через воду на нас посылать воздух. В принципе, воздух можно встретить вот здесь вот. При желании. Опять-таки. Порублю на куски. С клинком на голод. Начинаю штурм. Приближаюсь к цели. И главное, вот этот воздух на самом деле он довольно жесткий, если вы встречаете его на Эксперте. Там будет минимум два, по-моему, авианосца. Что-то в этом духе. Куча всего. И самая большая проблема, на самом деле, это знаете, что самая большая проблема это встреча с кто у нас там, получается, призма. По-моему, так же она называется, насколько я помню. Самая большая проблема в основном с ними, потому что они постоянно будут спаунить юнитов, как минимум два зелка одного сталкера. И это будет довольно неприятно, потому что спам юнитов будет постоянный. То есть вы не сможете, если их не убьете, вы не сможете нормально пройти дальше. Здесь можно подождать как вариант ядерной ракеты, чтобы запустить, убрать быстро пушечки и заодно более-менее пройтись. Давайте используем ядерку. Новый это сделает как нельзя лучше. Меня, в принципе, палят, но мне как бы пофиг и у меня как бы ядерка. Поэтому мне норм. В чем плюс? У нас вот надо, кстати, вот эту гадость уничтожать, она очень плохо влияет на все окружение. Мне не нравится. Люблю на базу атакован. Нет, ты не убьешь новую, сволочь. жду подтверждения. Кому навешать? Какова ситуация? Пошлите материнский корабль и сожгите эту мерзкую тиранку и всех ее приспешников. Материнский корабль направляется к нашей базе. Не упусти шанс уничтожить его. А теперь наша задача очень проста. Теперь наша задача очень проста. Нам тупо нужно уничтожить этот корабль. Как бы больше ничего. Ну, сейчас будет кучу всего спанить, поэтому с этим кораблем будете определенно аккуратно. иначе он ступо ее. Причем на любом уровне сложности он довольно опасный, как видите. Но нам тупо скорее всего. Как бы то ни было, я сообщил императору о нашем успехе. Хотя бы он будет знать правду. Нам и этого хватит. Я возвращаюсь на Грифон. Что ж, собственно, все пройдено. Все ачевменты заработали. Хотя это вообще, как я уже говорю, изи вин. Последнее это не потерять ничего. На бойце проходится вообще, как вы видели, спокойно. То есть нас даже ни разу не атаковали постройки вообще. Поэтому я не знаю. На бойце проходится легко. Чем выше, естественно, тем сложнее. Я не хвастаюсь, что я хорошо прохожу, потому что это легко. Поэтому как-то вот так вот. вот так вот. Продолжение следует...